7 месяцев не могут поставить точку и выявить виновного в аварии, произошедшей на проспекте Ямашево. В октябре 2017 года там столкнулись с Chevrolet Lachete и мотоцикл. Для водителя машины тогда все было очевидно, да и мотоциклист, говорит, свою вину признал на месте. Но при разборе аварии автомобилист сильно удивился, узнав, что виноват он. С тех пор разные инстанции признавали вину то одного водителя, то другого. Это стало делом принципа. Сегодня стороны впервые встретились в суде. До этого процессы проходили без участия одной из сторон. Рамиш Айдулин узнал взгляды водителей на суть этого дела. Он не соблюдал, видимо, дистанцию боковую, которая, видите, в бок он попал. Товарищ мне сказал, что он ехал по преимущество, его этот машин подрезал, ударил. На причины ДТП, произошедшего 7 месяцев назад, оба участника аварии имеют разные взгляды. Владелец Chevrolet считал виновным мотоциклиста, полагая, что тот, не соблюдая правила дорожного движения, въехал в его автомобиль. Байкер же, напротив, заявлял, что его фактически сбил перестраивающийся автомобиль. На разборе в автоинспекции виновным в аварии признали владельца Chevrolet Ильдара Юлдашова. Однако он обжаловал это решение в ГИБДД города, опираясь в том числе и на изначальное признание вины мотоциклистам. Успешно. И ответственность за произошедшее официально возложили на водителя байка Далера Дусмухаметова. Последний с таким положением дел не согласился и подал в суд. Второй участник у нас дорожно-транспортного происшествия обжаловал постановление по привлечению к его административной ответственности. Постановление в отношении себя отменил, дело прекратил. Но на это судебное заседание в нарушении законодательства нас, точнее, Ювашова не извещали с его слов. То есть он повестку не получал на суд. То есть вот так. Без него, в общем, рассмотрели дело. Суд заочно виновным в аварии вновь признал водителя иномарки Эльдара Юлдашова. Причем водитель «Шевроле» уверяет, что не знал о суде. Сейчас семья владельца машины пытается оспорить тот вердикт суда. Их представитель опирается на решение городской госавтоинспекции и не понимает, почему его подзащитного привлекают к ответственности. Вызывают сомнения. Здесь у нас действия сотрудников Новосоеменовского ГАИ, которые, несмотря на то, что вышестоящий должностное лицо, в подчинении которого они находятся, а именно заместитель начальника управления ГИБДД, все-таки решили признать его виновным. Второй участник ДТП Далердус Мухаммедов в результате аварии оказался в больнице. Рассказывает, при падении из мотоцикла сломал плечо. Вред здоровью средней тяжести. Ответственным за произошедшее себя не считает. Кроме того, он опровергает заявление о признании своей вины. Сотрудники ГИБДД без меня, без моих слов, посчитали, что я виноват. Потом в больнице меня допрашивали. Там я в шоке был, в шоком состоянии, потому что я плечо сломал. В общем, под диктовку я там написал то, что совершил в ДТП. Но имел ситуацию в общем, а не то, что я виноват в данном ДТП. Сегодня на судебном заседании адвокат автомобилиста Ильдара Юлдашова подал три ходатайства о привлечении к делу экспертов и автоинспекторов, разбиравших данную аварию. Несмотря на возражения второго участника процесса, суд удовлетворил все запросы и отложил заседание до 17 мая. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.